Итак, перед нами два фонаря MTE. Один из них был приобретен на Dial Xtreme, а второй у официального дилера. Итак, этот фонарь у нас оригинальный. Этот нет. Модели, собственно, практически одинаковые. Единственное отличие в последней букве. Здесь у нас D, здесь C. Диод стоит одинаковый в данных моделях. Заметим сразу, что покрытие корпуса, оно отличается. Как можно заметить, в оригинальном у нас стоит матовое покрытие, здесь у нас глянцевое покрытие, черное. Но глянцевое ставится и в оригинальных MTE, но оно все равно отличается. Это у нас модель M32. Данное покрытие более черное, и оно менее глянцевое в оригинале. Это из того, что сразу бросается в глаза. Но также можно посмотреть на рефлекторы. Как видим, они отличаются той частью, которая соприкасается у нас с диодом. Единственное, здесь присутствует ударная кромка, здесь ее нет. Что еще хочется отметить? По поводу отверстия под темляк. В оригинале, как видим, все у нас обработано очень хорошо. Никаких остаточков нет сверления. Теперь посмотрим, что у нас здесь. С этой стороны более-менее нормально, хотя тоже претензии есть. А здесь у нас, к сожалению, оно не обработано. Как видим, у нас торчит. Теперь давайте попробуем их включить. Посмотрим, в чем же разница. В максимальных режимах. Максимальный режим. И максимальный режим. Как видим, яркость оригинального фонаря у нас побольше. Но имеют также несколько другой цветовой оттенок. Но это уже не столь значительно в данном случае. Теперь, собственно, разберем их. Это у нас кнопочка от оригинального фонаря. Это не оригинальный. Как видим, в не оригинальном сделана пружинкой контакт. Ну что ж. Посмотрим дальше. Берем элементы питания. Тут у нас тоже есть небольшое отличие в плане резьбы. Здесь у нас выступ идет металлический, а здесь все более-менее ровно. Теперь заглянем внутрь. Как видим, в не оригинальном у нас плюсовой контакт выполнен, как и в оригинальном, пружиной. Но, к сожалению, там видны следы не особо аккуратной пайки. И у нас не закрыт драйвер ничем с той стороны. В оригинальном все у нас намного лучше. Контакт так же, как и там, пружинкой. Но у нас стоит либо полированный металл, либо зеркальце, которое закрывает. Более солидно это выглядит. Следующая часть. То, что части не оригинального фонаря не подходят к оригинальному. Попробуем соединить. У нас кнопка от оригинального и тушка сама от не оригинала. Как видим, закручивания не происходят. Теперь попробуем другим комплектом. То же самое. У нас получается разный диаметр. Давайте это проверим. Возьмем оригинал. У нас 23 мм. Не оригинал. 21 мм. Следующая часть. Попробуем разобрать голову. И той, и другой модели. Итак, это у нас не оригинал. Попробуем ее раскрутить. Но, как видим, ничего не получается. Она у нас проклеена в данном месте. У всех оригинальных фонарей данное место является разборным. Итак, следующий шаг. Так как мы не можем разобрать здесь, разберем тут. Что касается ударных кромок. В оригинальных фонарях они тоже все сопоставимы. Здесь, как видим, нет. Для того, чтобы доказать, что у нас с оригиналом все сходится, возьмем фонарик MCG33. Открутим. К сожалению, упало. Не столь страшно. Вот она. Для того, чтобы не было подмены. И теперь наденем на оригинальную голову. Женя не очень попал в резьбу. То, что ж такое. Никак не хочет. Как видим, все нормально. И опять же доказать, что не было подмены у нас. Уже не роняем. Надеваем на прижний фонарь. Смотрим. MCG33. Так, что все нормально. Подвоха здесь не было. Итак. Ну, тут, думаю, особо говорить нечего. Здесь также стоит, как и в оригинале, резиночка. Давайте положим сюда не оригинальные части. Здесь мы сложим оригинальные части. Итак. Резиночка. Диаметр резины, кстати, тоже отличается разительно. На оригинальные больше. Следующий шаг. Это у нас стекло. Ну, тут в интернете есть фотографии. Разница то, что стекла у нас различной толщины используются. Как видим, сейф-акт у нас тоже подтверждается. Давайте замерим. Итак. 2 мм. Это оригинальное стекло. И чуть меньше, где-то 1,5 мм. У нас получается не оригинальное стекло. Здесь у нас стеклышко. Следующий шаг. Это рефлектор. Это у нас был оригинальный и не оригинальный рефлектор. Не оригинальный у нас меньше по размерам. И нет у нас вот этой части. И так. Давайте заглянем внутрь теперь. Самое интересное. Пожалуй, рефлекторы отложим. Это у нас оригинальный фонарь. Здесь, как мы видим, есть пластиковая заглушка. Для чистоты эксперимента мы ее уберем. Потому что в не оригинале такой вещи нет. Как видим, это не оригинальный фонарь. Здесь все сделано очень грубо. Мы слегка подсвечем. Пайка у нас просто ужасная. Здесь у нас сложно сказать, как мы пропаяем, так как залито все клеящим составом таким. Но, тем не менее, все-таки оригинал сделан более добротным, чем не оригинальный фонарь МТЕ.